ну чё всем здрасте всем привет вы на канале emphasis я андрей из colors добро пожаловать здесь мы говорим продавки плагины и технологии в общем все что касается создания электронной танцевальной музыки наконец-то можно возвращаться блин к созданию видосов а то тут что не срачка то пердячка как говорится то поболел то еще какая-то херня в общем практически две недели сколько там видосов новых не было все возвращаемся точно говорю все возвращаемся в рабочий режим сейчас видосы будут выходить регулярно ну и собственно говоря начнем эту серию регулярных конечно же абсолютно точно регулярных видосов с обзора новенькой studio van studio вани под номером 7 до состоялся релиз хоть я немного опоздал с его обзором уже наверное но видосы повыходили какие-то но от всяких там англоговорящих обзорщиков сто процентов вышли ну чё блин поезд хоть ушел но вот так в последний вагончик запрыгнем посмотрим как она короче там все происходит в этом вашем studio вани новом чё наворотили плюс-минус короче посмотрим что там с ним случилось и так для тех кто не знает буквально на днях состоялся релиз studio van 7 вот номерной версии очередной ну на самом деле седьмая версия это довольно уже много напоминаю что кубейса сейчас всего лишь 13 а ему по возрасту больше там чуть ли не в три раза короче дать им чем studio van удают даже больше и ботом 12 ну короче 7 это такая уже довольно взрослая солидная давка вот чё нового они сделали ну давайте расскажу во первых конечно же начнем с новой ценовой политики то есть все у них поменялось вообще супер радикально потому что раньше если кто-то из вас пользовался studio ваном у них было разделение то есть у них была бесплатная давка кстати неплохая был неплохой вариант там были безлимитные треки но веснаю говно то что там нельзя было вести плагины использовать это был каша минус огромный но была бесплатная давка была средняя версия артист ну подешевле короче чем полная но все равно такая неплохой вариант короче нормально вполне ну и полноценная версия типа про да там самая профессиональная стоила она довольно дорого studio one стоила 500 евро это в принципе ну нихрена не дешевая цена то есть наверное одна из самых дорогих давок все еще дешевле чем облитон конечно но довольно дорогая она была теперь этого ничего нет теперь у них есть только одна версия называется она про про 7 но есть разделение по тому как в эту собственно говоря версию можете получить теперь этих вариантов три то есть собственно можно заплатить просто им за покупку лицензии перпэтчуал то есть это вечная ваша лицензия получается но теперь по другой цене вот здесь цена красуется сразу в чуть ли не в три раза меньше чем до этого было 150 долларов за апгрейд ну с какой-то любой да там 5 там 6 неважно прошки мне кажется даже может быть с любой артист версии тоже можно проапгрейдится либо 200 баксов за новую полноценную давку да то есть принципе 200 баксов это ну одна из самых дешевых цен сейчас то есть logic 200 долларов стоил нам правда он сто лет уже стоил и в принципе всегда logic все приводили в пример как самую дешевую и крутую давку да то есть ну типа спас соотношению цены качества сейчас studio one стоит столько же это очень круто то есть studio one ну например при цене там битвига 400 при цене и вот на 700 при цене кубейса 500 ну короче очень неплохо дешевенько относительно за полноценную профессиональную давку это круто также появилась возможность проплачивать годовую подписку но подписка теперь по системе битвига у них проходит ну вообще в принципе и предыдущая тоже по системе битвига да типа платим вот эти 200 баксов получаем год апгрейдов то есть как битвиг например делал до выходит новая версия в течение года мы этом качаемся апдейты и все такое потом кончается типа этот апгрейд план мы продолжаем пользоваться той версии которая была на момент заканчивания апгрейд плана да то есть ну и все как бы это такой битвиговцы это все всегда обосновывали типа что надо ну как-то деньги фармить потому что блин люди они вот приходят покупают стыдовку все они больше ни во что не вкидываю да то есть как а как компании это жить как кушать свои законные там омар и шампанское crystal но это я шучу и вряд ли там они конечно купаются в этом всем но короче до формить с юзеров деньги хочется это понятно уважаемо в принципе ну капитализм все так и должно быть вот за просто 200 бакс вы получаете тупо апгрейд план на год давку вашу и нихрена больше ну в принципе так раньше было только за 500 и надо было еще за 150 покупать там каждые пару лет апгрейды все равно поэтому в любом случае это плюс то есть понижение цены это кайфово появившаяся годовая подписка которая стоит 180 баксов немножко подешевле включает все то же самое то есть постоянную вот эту вашу лицензию перпэтчуал студия вана плюс куча каких-то еще экстрасов там дополнительных они на выпускали студия ван там прессонус просто до жопы каких-то аддонов там саундбанков короче всякого такого говна который ну в принципе полезно чего неплохо то иметь все вы это тоже получаете вроде как это все остается даже после окончания ну плана насколько я по крайней мере понимаю ну вот это прям очень неплохой вариант не знаю только в чем конкретно разница кто будет выбирать просто про 7 если за цену меньше ты получаешь то же самое плюс еще и экстрасы не совсем понятно конечно ну да ладно на этот тем кто апгрейдится будет то есть все таки апгрейд немножко подешевле будет выходить но все равно вот это пока годовая такая подписка плюс это блять в битве что ли опять научились на к плюс выкидывайте пожалуйста уже плюс из ваших названия точно и просто тупо месячная подписка да за 20 баксов в месяц можно получить ну просто подписку на studio one ну что неплохо но это не рассрочка насколько я понимаю то есть типа прекращаем платить и все studio one превращается в тыкву но современненько то есть подписки сейчас многие вводят на протул с тот же самый хотя почему многие по-моему никто больше про туза и studio one так и не ввели больше подписку такое да вот ну короче все поменялось это плюс цены понизились теперь всю годноту мы получаем сразу за покупку лицензии это круто поэтому ну тут максимально приветствую если что не приветствует и конечно отсутствие какой-то бесплатной вообще версии studio вани хотелось бы потыкать и конечно же отсутствие демки вроде как это временно вроде как демка появится но вот мне пришлось просить лицензию наших подписчиков за что кстати спасибо тигран респект тебе за то что предоставил лицушку studio one по юзать окей с сценообразованием разобрались давайте же теперь смотреть что у нас по новым фичам целых 30 новых фич они заявляют в этом апдейте ну давайте пройдемся по ним итак первая фича это клип лаунч да да тот самый клип лаунчер из облитона битвига блин где его только нет теперь в лоджике есть в протузе есть битвиги в облитоне в очевидном есть но в фл очки нет кубейс последняя плот наверно кто без клип лаунчера сидит даже в риппере есть но через скрипты какие-то короче теперь тут тоже есть давайте посмотрим как это работает то есть теперь у нас появилась здесь отдельная кнопочка клип лаунч да она так прямо называется просто просто лаунч открывается сразу в параллельном окне это круто что не надо типа переключаться с окна на окно то есть это очень на лоджик похоже в лоджике он правда слева здесь справа ну хрен с ним тупо закидываем в эти педы наши лупы вот битва бас например включаем лук также своего побыстрее сделаем включаем так можно в лук зайти можно поменять здесь ему точку начала тогда точки начала есть луп тоже есть так ну здесь самый обыкновенный клип лаунчер то есть все что вы ждали от клип лаунчера здесь все то же самое так можно сцены эти копировать в аранжировку все огонь можно просто переключаться между проигрыванием из клип лаунчера и с аранжировки ну окей даже вроде как есть какие-то сцены то есть прям как в облитончике и возможность разные еще триггеры запуска иметь с квантайзом ну короче вполне такой обычный стандартный клип лаунчер то есть все что вы там не знаю видели 20 раз в облитоне либо в битве get короче тоже самое абсолютно давайте давайте скажу на свое мнение по поводу клип лаунчера то есть я считаю клип лаунчер в принципе около бесполезным для продакшена да я понимаю что типа есть там любители понажимать кнопочки там на и болтон пуши на ланчпаде то есть ну все это можно применить плюс естественно там какой-то лайф выступления до лайф сеты это тоже но применяемо но как бы ну типа его никак не развили то есть вот как вот клип лаунчер появился в облитоне 100 миллионов лет назад вот такой он сейчас же абсолютно и есть то есть никак саму идею этого одну клип лаунчера как-то поинтересней никто так и не догадался развить но окей в четвертом году студия one тоже решили а чё это мы лошпеды что ли у нас нету клип лаунчера давайте сделаем ну просто такое ощущение что как бы не камильфо пацаны засмеют если клип лаунчера не будет в давке ну кубейс как-то вот никто не засмеивает и вот ничего не знаю то есть я никогда не находил ему применение даже в просто поприкалываться до поджемить вроде как можно но все равно толку от этого мало тем более раньше у studio но он сейчас и остался тоже да то есть но была уникальная штука реально крутая реально интересная scratchpad то есть scratchpad это возможности по параллельно аранжировку иметь да то есть какую-то или просто такую типа среду для экспериментов то есть просто как проект в проекте то есть можно было поэксперименте проставлять там по разному по-другому как-то элементе к которым снова аранжировки были вот это реле круто это реле было инновационно я ни у кого больше такой вот штуки не видел как у studio one вот и scratchpad зачем нужен был еще клип лаунчер ну кроме как маркетинговые фишки такой смотрите пацаны у нас он тоже есть я не знаю ну есть есть как бы мне вообще абсолютно не интересен клип лаунчер но наверное теперь те кто выбирали этом битвик или облитон вот именно ради такого ворклоу они порадуются скажут ну круто чем молодцы кстати ну-ка если цвета здесь подкрашивая да они вот сюда тоже переносятся все огонь все огонь все работает все нормально окей клип лаунчер короче появился ничего в нем такого супер крутого нету очень нормальные обыкновенные стандартные хороший клип лаунчер поэтому если вы любитель ну вам повезло если не любитель как я то в принципе можно проходить мимо до него тут заявляют что есть эти целые сцены плейлисты это все круто тут так понимаю учитывая что они вывели клип лаунчер как первую свою главную фичу они прямо этим очень сильно гордятся ну видимо надо было какой-то там фокус-группа может быть была которая сказала нам нужен клип лаунчер любой ценой но бесплатно вот сделали клип лаунчер окей так новый браузер и контент да то есть теперь у нас есть интеграция со сплайсом ну сплайс темка неплохая ну как модно молодежно да то есть плати бабло подписывайся скачивай сэмплы это все круто я сплайсом сейчас не пользуюсь пользовался раньше штука хорошая гораздо лучше чем по старинке качать миллион этих каких-то левых там сэмпл паковка 1000 терабайт блять у тебя лежит на жестком диске ты не пользуешься оттуда там и одним процентом со сплайса круто что теперь есть да то есть можно сэмплы прослушивать sample discovery tool ну если что не знаю вроде как у сплайса и так с остальными давками не было проблем потому что они давным-давно уже выпустили свой application ну плагин что можно просто его загружать он там синхронизирует с темпом проекта ну окей тут появилась еще интеграция сплайсом мне как бы если честно на это абсолютно наплевать но если вам сплайс нравится то наверное вы порадуетесь так detachable браузер то есть теперь браузер можно отсоединять нифига себе вот это прикол браузер можно отсоединять наверно штучка неплохая все таки для тех особенно у кого два или больше монитора то есть хочется распедалить по разным монитором разные какие-то свои там секции давки ну прикольно прикольно то есть принципе что это есть это хорошо единственное все она все остальное по моему так было detachable то есть допустим да этот редактор можно было тоже от коннектить микшер можно тоже от коннектить ну круто то есть странно просто что этого раньше не было как-то браузер напрашивался учитывая что все остальное было съемная то есть ну теперь браузер тоже съемный окей так чё у нас еще браузер и контент импромет так меню вот это вот я не понял то есть одной стороны сначала к я прочитал то нововведение я подумал блин это то что эй бутоны сделали в своем новом апдейте типа теги умные теги наконец-то кто-то по-человечески имплементировал грёбаные теги но оказывается нет тегов как не было и нет здесь то есть точнее они есть но они есть только для встроенных лупов то есть если вы вот этот контент короче студия вановские будете накачивать вот это вот все что короче у них тут доступно кстати я посмотрел аж 200 гигабайт контента теперь студия студия ванам поставляется это очень много это супер дохера я даже не знаю у кого столько еще есть лоджика например 50 у и будто на около 100 гигов ну короче это просто до жопы у кубейса понтож гигов 100 просто супер дохрена ну это круто конечно столько контента за такую цену короче если лупы отсюда ставить какие-то но сплайсы видимо то они здесь появляются и там теги тоже есть если у вас лупов нету таких если вы хотите просто свои вот эти сэмплики жесткого диска то сожалению никаких тегов не завезли ничего нету печаль беда хотелось бы как в облетоне тогда бы это было бы прям супер топ и конечно это было бы прям мега круто окей по браузеру но в принципе особо у меня никогда нареканий к браузеру не было студия вановском он хороший он удобный просмотр предпрослушка есть хронизация с проектом есть поиск шикарный можно из него брать все остальные но не только сэмпли там плагин и все что угодно драгон дроп ну короче браузер один из больших плюсов студии вани но все это говорил в предыдущем видосики про него поэтому ну тут как бы никаких откровений но если честно вот прям каких-то мега улучшений ну замечено не было но покрасивее стало ну круто чем так чё у нас еще тут есть editing and mixing появился новый это кстати хорошая штука stem splitter вот это совсем уже как у взрослых дядек то есть типа лоджика или fl studio внезапно окей как это работает давайте попробуем что-нибудь посмотреть я вот тут уже закинул вот такой вот небольшой кусочек одного из своих треков вот так звучит кусочек трека в оригинале ну то есть довольно таки насыщенный драм-н-бэйс тут тебе и вокал тут и барабаны и басы и мелодии давайте посмотрим как это все разделяет ну давайте просто для того чтобы показать как долго это все работает я вот сейчас нажму заново separate stems да кстати эту фишку нужно будет скачать то есть для того чтобы заработал separate stems нужно будет скачать полтора гига дополнительной какой-то херни я не знаю зачем такое ощущение что ювер там куда-то поскачивается ultimate vocal риму веры и он работает но работает еще без интернета я проверял то есть можно прям отключить интернет и все это никуда не шлется вроде как раз ну разделяется именно на вашем компе и так нажимаем separate stems смотрим так он нам выдает стандартный набор вокал барабаны бас азер ну погнали чё нам посмотрим сколько это все работает пока это все делается я еще скажу заранее что я тоже самый тест провел в лоджике вот по времени если что примерно одинаково но на моем компе у меня apple m1 процессор самый самый первый делается да это где-то там минуту ну примерно около минуты что там что в лоджике что в студии вани делается примерно одинаково давайте послушаем что он сделал как это теперь звучит с первого взгляда звучит точно так же давайте по отдельности послушаем это типа бокал так это драмсы это бас это кто-то пердит и это азер если честно качество этого всего оставляет желать лучшего давайте просто сравним как лоджик например сделал то же самое тот же самый процесс допустим как звучит вокал здесь вокал гораздо больше пропускает всякой лишней короче херни барабаны кроме небольшого какого-то левого пердежа там где-то почти идеально да то есть по сравнению с барабанами studio one которую нам на разделял мое почтение очень очень плохо так басы поймал гораздо больше басов например studio one поймал только сабы какие-то вообще чуть-чуть там еще дополнительных басов на очень мало и много вазер определил то есть у него явно другой движок абсолютно не такой как у лоджика лоджи как мне кажется сделать делать это гораздо все точнее музыкальнее как-то ну и юзабелье в конце концов но с другой стороны как бы фича такая есть да то есть если это использовать на чем-то менее жестком чем вот такой вот лютый драндубас насыщенный то наверно должно быть неплохо то есть просто отделить вокал там от какого-то минуса ну в целом плюс-минус будет неплохо опять же стэм сплиттер темка трендовая то есть сейчас в любой давке наверно это должно появляться в конце концов удивительно что в облитоне этого нету удивительно что в кубейсе этого нету но вот studio one и у нас теперь тоже это есть вместе с телочкой получается в ногу они идут ну и с лоджиком конечно это круто то есть но в принципе хоть и качество довольно пососная пока может быть потом что-то ему тени там настроят позволит выбирать какие-то другие там режимы может получше станет вот пока так такое короче сойдет в принципе так давайте посмотрим что там еще есть advanced tempo detection то есть какой-то мега-детектор темпа но учитывая что со студии ванна много работает те кто работает живьем да то есть ну я знаю что переходят на него с про тулса с кубейса то есть все короче такие типа живые челики вот ну в принципе она неплохо давайте посмотрим на примере какого-нибудь звука как он правильно определить нам темп допустим вот такого драм-луб небольшой и посмотрим что он может нам на определять блин вот кстати зум на колесико так и не починили он блять то работает то не работает хрен его просыш короче этот зум так нажимаем detect темпа он нам что-то там detected где какой темпа он прописал файл темпа 115 по моему это не совсем соответствует действительности потому что у меня темпа то другой да окей давайте еще разочек попробуем может быть на ком-то другом звуки ну допустим вот на таком так detect причем ну типа пока ты не детектишь все нормально звучит то есть все в ритме дату все time стречится вроде как даже без проблем по другой bpm ну-ка ну-ка ну да все time стречится неплохо так нажимаем здесь detect темпа и получаем тут получаем этот раз правильный не знаю почему то есть может быть тут файл ку это был косячный ну окей как бы есть и есть у меня никогда до этого не было проблем если честно с детектированием темпа studio ваном да то есть он вроде всегда все хорошо и правильно умел определять ну если это сделали типа еще точнее будет считать что мой тот пример какой-то неудачный то ну еще лучше вот ну а если вам прям надо во что-то типа такого то есть чтобы он создавал прям темпа трек то тут можно да там типа экстрактить темпа трек где-то это было да вот экстракту темпа трек ну типа окей для живья какого-то наверное наверное должно неплохо это все залетать я таким не пользуюсь для электронного продакшена мне это особо не надо ну короче есть и есть какой-то более крутой определятель темпа ну наверное всегда всегда плюс единственное конечно хотелось бы какие-то настройки его тоже иметь то есть допустим в лоджике в том же самом там по боля есть приколов то есть тут вот smart темпа тут вообще можно прямо упороться короче в правильное точное определение то есть вот эти расставлять и свои там маркеры ну может быть что-то тут тоже есть next level detection next level так давайте посмотрим что еще импакт интегрэйшн и ноут эдита то есть теперь вот эту драм-машинку импакт и и вроде как особо никак не обновили но что появилось то есть когда мы напрям прописываем какую-то свою миди партию ну и здесь как бы стандартный да вот это вот редактор то есть можно расставлять свои драмсики появилась кнопочка можно открыть и прям отсюда не открывая интерфейс ну-ка хотя вот мы его в принципе и открыли редактировать какие-то приколы с барабанами ну прикольно как бы неплохо то есть не особо не вижу проблемы было открывать прям отсюда но стало еще удобнее то есть можно вообще нет не открывать какой-то другой интерфейса прям отсюда это все херачить хотелось бы наверно чтобы они импакт сам обновили то есть как-то бы его тоже вот упростили может быть в целом короче все окей мне импакт всегда очень нравился то есть очень неплохой драм-сэмплер мне особенно нравится в нем то что можно мотать вот эти свои блин ваншоты по папке это прям дико полезная фича я вот на кубейсе пытаюсь сидеть это просто нереально боль потому что они не догадались такой простой вещи как просто мотать по грёбанной папке блин грёбаные сэмплы но почему так это сложно сделать но здесь это есть и хорошо ну короче вот такой вот мини импакт у нас встроены теперь студии ваня имеется круто круто чё спасибо большое так но миксинг эдит энхэнсмент tool bar for scale tools и not editor так то есть теперь у нас появились вот эти кнопочки к они примерно такие же были когда этого то есть куча тулбаров все там для кванта и за для скил а для тех кто переживает что studio one и скил или нет есть скил и studio one это все шикарно но единственно что по моему дублируются то есть как здесь можно отсюда вот слева управлять так и отсюда с вот этих тулбаров хотелось бы чтобы этот скрывался нахер бы может быть этот тулбар вот слева но нет его нельзя скрывать то есть пока все еще studio one довольно перегруженный интерфейс имеет то есть как вот откроешь все как космолете сидишь не люблю я сейчас на такое то есть хочется чтобы ну типа было по минимуму всего то есть что нужно для работы такой базовая если тебе понадобилась к это advanced фича ты ее вот открыл и там же работаешь потом закрыл чтобы она тебе не мешала вот когда куча всего бесит если честно немножко ну ладно есть и есть так это чё авто зум окей так скил эдитар по юзерские суки их так хайдан юс печи с ну можно скрывать как в эйбл то не в пол то есть не используя нотки чтобы не показывались но окей так перпич резолюшин степкаунт меди мелодика petons короче много всякого всяких приколов но вроде как это все довольно базовые вещи то есть просто подтянули под стандарты остальных короче давок более-менее но по редактированию миди в редактирование миди в studio one всегда было неплохое то есть она в целом наверное лучшее вобрало себя от кубейс эдитора облитонов ского эдитора в какой-то степени ну в общем мне он нравится вполне то есть типа редактор piano roll у studio one был всегда вполне себе почетным вот и особенно круто что если драм-эдитар это вот прям как в кубейсе вот это круто то есть многим бы давкам тоже такие такими штуки завести то есть это гораздо удобнее для редактирования барабанов например там чем просто вот ну нотками прописывать это это одна херня из честно так integration висплайс то мы посмотрели браузер новый виртуальный инструмент я из честно сначала хотел его скачать потом посмотрел на размер 3,5 гигабайта библиотеки потом посмотрел свой мобильный интернет и понял что я не вывезу качать это дерьмо блин полтора часа для обзора studio one поэтому ну и заодно и так посмотрел описание то есть принципе это просто какой-то почти контактовская библиотека для каких-то там soundscape дронов ну круто чё прям вот новый виртуальный инструмент я бы сказал что это не тянет но виртуальный инструмент где бэйф тейбл синтезатор studio one где крутой в тейбл синт новый почему почему вот это то есть это это мало какие soundscape и мне они не то чтобы сильно нужны мне хоть хочется в тейбл синтезатор хороший иметь в studio one его нету и вообще studio one конечно самая его печаль это вот как раз вот виртуальные инструменты то есть они ну кроме импакта ну из сэмплера да даже рассказывать то не про что то есть все будет во первых очень мало во вторых довольно пососная если честно хотя май-тай неплохой по звуку но такое то есть хотелось бы чет побольше вейф тейбл синт почему нет почему должен быть так себе инструмент прозвать xd editor сви инструмент показать не на чем потому что у меня нет железа никакого внешнего но это круто то есть это скорее всего такой реверанс сторону пользователей и ботана или битвега потому что они там любят посеве и всякой всякой херме управлять ну круто что есть это наверное кому-то не хватало о studio one теперь поддерживает клэп плагины клэп для тех кто не знает это новый формат плагинов альтернатива вести у него преимуществ ну там с лупой можно взгляд и него преимущество и самое главное то что он не проприетарны то есть это плюс по большей части для разработчиков разработчики не должны никому ничего платить ну что должно на плюс только пойти и убыстрить процесс разработки плагинов и удешевить их но неплохо единственно у меня почему-то с клэпом какие-то проблемы я попробовал поставить клэп плагин его допустим vital смотрите как он открывается то есть он открывается вот так то есть какой-то чрезмерно огроменный интерфейс который невозможно никак причем вон он vital там все-таки есть он он где-то там виднеется и даже даже можно его крутить но это все на что меня хватило ну и почитав в форум наш любимый к в р про обсуждение studio one кстати уже 38 страниц на калякали довольно много просимую версию большое обсуждение обычно не к добру когда много есть чего обсуждать это обычно все срут если честно и вроде как многие сталкивались с проблемами то есть у кого-то клэп не прогружался ну вот у меня вот такие проблемы ну ничего на она потом допилят с апдейтами вот пока не работает но как бы вести тоже не проблема использовать но хорошо приятно видеть что есть поддержка клэпа от эйблтона я думаю мы поддержки клэпа никогда не дождемся потому что там проприетарщина хотя кто его знает пути эйблтона неисповедимы вот в риппере вообще шикарно клэп работает как и в битвике например так чё у нас еще там есть теперь включены все вот эти аддоны или лид архитект какой-то их инструмент всякий presence xd editor это кстати прикол да то есть у них studio one был сюда сэмплер свой ну типа большой них был маленький sample one и presence огроменный короче сэмплер хорошие то есть прям такой ну альтернатива контакта и прикол его был всегда в том что его редактировать было нельзя то есть типа отдельную чтобы зайти в редактор нужно было покупать отдельный аддон он назывался presence xd editor теперь он встроенный ну спасибо большое всех прикольные аддоны виде их эмуляции там компрессоров разных эквалайзеров разных миксов иксов все это тоже теперь встроенная не продается отдельно ну вроде как вроде как даже не продается да то есть вроде как это можно теперь только вот с подпиской вот это вот получить это круто то есть но видимо они решили что никто это особо все равно и так не покупает там с эти цены были какие-то на эти аддоны вообще странные то есть типа там 100 баксов за какой-то там компрессор на хрена мне компрессора studio one если могу там уадовский такую же цену купить audiobatch converter сейчас тоже включен это неплохо в рипере напоминает а тоже все есть бесплатно ну и собственно говоря все дам то есть давайте пройдемся потому что еще бросилась глаза во первых это конечно интерфейс немножечко поменен не могу сказать что в лучшую сторону то есть ну кто-то я уже говорил что гораздо красивее стало да теперь все на такой закруглененькие вот эти клипчики красивенькие но почему-то как-то вот цвета мне не нравится вот когда ты не выделяешь ну типа клип да то есть какой-то какой-то невзрачное все блин особенно вот волна форма чему на как-то так некрасиво выделено то есть хотелось бы чтобы она больше контрастности что ли имела редактировать это нельзя то есть ну можно конечно поменять цвета некоторые до в оперансе но это особо ни на что не влияет то есть ну типа вот эти волна формы на прорисовывание это никак не повлияет но все равно темки есть то есть можно свои цвета в делать это конечно ну и так было все круто что мне очень понравилось это теперь добавили лупирование то есть теперь наконец-то мы можем просто взять и вот так вот растянуть наконец-то грёбаный этот аудиоклип и он растянется не надо вот прожимать бесконечные кнопочки control d да то есть ну дублирование и самое прикольное что теперь можно вот еще вот так вот делать то есть можно уменьшать вот клуб и он копируется туда дальше да плюс еще в комбинации с тем что studio one можно мотать контент правда но внутри лупа да правда почему-то он проматывается только от края до края то есть он не зациклен постоянно вот как в риппере или как в и болтане например то ну как бы это прикольно то есть это очень не хватало то есть это для тех кто работает в и болтане или в битвике прям базовая фича ну для меня пока милана за всех не буду говорить теперь это есть это прямо хорошо ну больше так особо по интерфейсу ничего особо не поменялось ну все такое как было такое осталось меня лично бесит единственная вещь в интерфейсе studio one а это невозможность убрать транспорт бар то есть вот просто его вообще выключить на хрен то есть мне потому что он дико не нравится своей перегруженностью да я знаю что его можно уменьшить то есть там можно все поубирает лишнее говно но все равно что-то останется короче все равно вот его хотелось бы просто убрать вот ну окей да вот это есть но хотелось бы чтобы его просто можно было выключить нельзя причем все остальные штуки можно по выключает тут довольно много теперь завезли всяких приколов с настройкой интерфейса но как будто бы не докрутили еще немножко то есть это конечно ну чутка чутка печально удаляет треки все еще на вообще абсолютно конченую комбинацию клавиш shift т это самое бесячек то есть именно из-за этого я не могу нормально пользоваться studio ванном потому что просто я не могу терпеть не делит по удаление клавиш да я знаю что это вообще какая-то укр на я блять претензия но бесит неимоверно поэтому пожалуйста сделать наделить studio one пожалуйста сделайте контекстуально зависимый делит или бэкспейс умоляю вас еще из интересного появилась функция global transpose то есть теперь можно все весь свой трек транспонировать выше либо ниже это круто то есть например вот у меня типа бит и бас играет я могу сделать все весь там свой трек насколько бы у меня тут не было да там давайте синт еще сюда на пердолем типа выше либо ниже единственная то есть для тех кто будет это пробовать и не понимать почему нихрена не работает когда здесь крутишь потому что должна быть вот здесь отключена обязательно кнопочка follow global transport есть она не включена нихрена работать не будет то есть нужно вот так вот все треки выбирается на прожимать global transpose и вот тогда работать будет прекрасно давайте проверим работает то есть все это работает качество вполне неплохое но тут studio one насколько я знаю использует алгоритмы elastic да то есть это те алгоритмы которые рипер используют кубейс давно как то то есть все профессиональные давки по он даже и болтан комплекс про это elastic про неплохо ну типа это самый топовый сейчас алгоритм таймстретчинга поэтому качество отлично все хорошо по поводу полезность этой функции я с очень сомневаюсь что я бы этим пользовался все-таки экспериментить с транспозом всего трека ну почти никогда не доводилось я могу вспомнить один на случай когда я действительно брал и трек понижал по тональности чуть-чуть потому что мне казалось что так действительно будет лучше но это супер редко но учитывая что это запрос как по крайней мере говорили в видосе обзора studio one нововведение вот этой функции прям мега просили вокалисты ну наверное кому-то надо опять же это есть кубейсе видимо надо просто подтянуться было под остальные давки и ноги сделали сделали и сделали ну и более-менее все по нововведениям то есть каких-то прям прорывов наверное ждать не стоит но как бы это общий тренд сейчас наверное всех вот таких вот номерных версий давок 11 logic был довольно пососным примерно с тем же уровнем на самом деле нововведение как и в studio one flk 24 ну поинтереснее было и болтон 12 1 если мы рассматриваем его как вот прям нововведение до номерное тоже ладно давайте все таки точечное нововведение пока не будем рассматривать то есть просто и бутон 12 был ну тоже такой себе да то есть типа многие ругали что как-то маловато будет нововведений то есть вроде как примерно все в тренде остальных давок то есть мы слишком много не даем ждите апдейтов то есть ну и видимо это еще попадает в логику проплачивать и апгрейд планы тогда будете получать кучу новых фишек скорее всего ну раз они уж назвались груздем как говорится в кузов должны полезть если они будут просить деньги вот каждый год за апгрейды апгрейды значит должны соответствовать между прочим битвик многие за это очень сильно засирают потому что типа битвиковцы тоже просят бабло примерно такой же кстати сколько студия ван и когда они выпускают что-то маленькая типа эквалайзер плюс или какую херню срач стоит довольно большой поэтому ну наверное я думаю студии ванта все должны анализировать тоже и ждем что-то интересного что-то хорошего вот мне больше всего понравилось это бесспорно цена то есть теперь цена это просто супер шикарный вариант ну я даже не знаю конкурентов теперь студии ван по цене правда я особо не жду никаких скидок теперь да то есть студия вам периодически тоже были скидки там 50 процентов наверное теперь скидок особо не будет но кто знает может и скидки будут есть типа за 100 баксов в какой-то там студии ван про ну это нереально крутое предложение это одна из лучших вообще один из лучших вариантов сейчас купить децизионную давку полноценную крутую понравилось что в целом они пытаются как бы анализировать что если конкурентов и это тоже имплементировать себе то есть целом сейчас получается все давки они вот как-то приходят какую-то одну точку то есть плюс-минус все одинаковое то есть никакой глобальной разницы какую давку использовать это всегда была да такая типа поговорка неважно какую давку ты используешь любой можно писать но сейчас это как будто вот прям совсем вот одно и то же вот все давки они друг на друга прям безумно начинают становиться похожим то есть более-менее все у всех одно и то же по функциям ну только интерфейс отличается ну и особняком стоит а филочка которая просто отбитая ну как бы это для любителей таких оладий как говорится то есть но не не всем такое studio one стал очень похож на облитон кубе из logic все вместе еще больше с точнее стал похож он и был до этого похож плюс это ну наверное скорее плюс то есть те кто хотели лоджик они теперь могут получить лоджик дома вот типа ваш studio one на винде пожалуйста пользуйтесь тот же самый лоджик реле очень похоже те кто не переваривает облитон или риппер пожалуйста диван офигенные макросы есть возможности редактирования крутые все круто то есть по сравнению с кубейсом тоже гораздо более простая типа и приятная давка чем кубейс но только не могу назвать ее более красивой то есть интерфейс мне нравится меньше чем кубейса хотя читаемость текста шрифта например гораздо лучше короче studio one сейчас бесспорно ну наверное чуть не лучший вариант вообще покупки давки какой-то хотелось бы ее еще протестировать побольше на предмет всяких там крышей вылетов потому что студии one были с этим проблемы я одно время не мог ей пользоваться из-за крыша с моих любимых одних из моих любимых плагинов sound toys например то есть просто крашилась постоянно нещадно если все это тоже решили и ну все работает круто то ну как бы мое почтение лучше давки если вам почему-то не нравится облитон ну наверно сейчас тупо нету чем studio one ну и риппер не хочет настраивать да то есть блин гребаные крестики на маке справа слева должны быть слева почему справа вот так что у крайне рекомендую для тех кто еще раз хотел обзавестись лицензионной давкой это сейчас тупо наверно самый лучший вариант ну если вам нужен такой линейный секвенсор с современными возможностями все таки вот ладно такой вот обзорчик у нас получился еще раз он не был супер подробный мне хотелось посмотреть свои первые впечатления про studio one ну поделиться ими с вами ну и посижу на нем чуть-чуть еще как пока время у меня есть конца месячные подписки посмотрим может быть что-то потом еще дополнительно расскажу про студия ваню пользуйтесь хороший вариант реле пацаны молодцы а этот грегор который их там самый главный обзорщик блин он он короче вообще мне прям люблю его смотреть вот этот чел счет стим это блин от него такой любовью к давке веет я никогда такого не видел если честно вот не знаю почему то мне он дико нравится типа вот и мне мне нравится что ему его давка нравится вот болеть я завидую просто если честно белая завистью потому что я вот такой прыгун с давки на давку а он вот такой однолюб прям не знаю короче кайфовый еще челик и сама давка тоже кайфовая к студии вану крайне положительно отношусь ладно все давайте закругляться спасибо что посмотрели не забудьте подписаться на youtube канал видосы будет выходить регулярно все-таки будут я буду стараться не болеть но тут уже по возможности осень как бы такая штука бьет иногда из-под тяжка вот не забудьте подписаться поставить лайк ну и также конечно подписывайтесь на наш телеграммный канал там где выходят всякие анонсы статьи видосы тоже для тех кто не может каким-то причинам смотреть на ю тубе все тут есть ну и конечно падайте в наш emphasis премиум чатик здесь наше сердце комьюнити здесь мы слушаем демки и комментируем то есть я вот тут на комментировал кучу уже демок за время болезни пропустил но пришлось сразу скопом все послушать охерел конечно немножко созвоны проводим то есть в зуме например мы каждую неделю вот сегодня будем проводить созвон нас вопросики какие-то конкретные есть вот будем сегодня это все выяснять авто пим про production 3 материалом полезным делимся то есть все тут есть если вам интересно заходите к нам становитесь участником нашего комьюнити потому что эмпасис это комьюнити не побоюсь этого слова но не забывайте качать бесплатный sample pack ссылочка на него тоже внизу в описании ну а так чё всем спасибо за просмотр увидимся очень скоро и пока пишите музыку студия вани круто